Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для BloxFruit. Для этого переходим на амуличный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Splash. На данный момент работает только он из всех читов, которые находятся на сайте. Также видео о том, как его скачать и как получить на него ключ, я оставлю в подсказках, можете посмотреть. Далее в поиске пишем BloxFruit, нажимаем поиск. И сегодня в ролике буду показывать вот этот скрипт, чтобы его получить. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, чит вставляем в скрипт, Далее нажимаем кнопочку Inject и ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, у меня Inject прошел. Как видите, у меня дополнительная вкладка открылась. Значит, Inject получился. Далее возвращаемся обратно. Выбираем, за кого будем играть. Я выберу пирата. Отлично. Так, сейчас, секунду, Телеграм закрою. Все, закрыл. Чтоб не мешал на всякий случай. Далее все, что остается сделать, это нажать на кнопочку Exclude. Нажимаем. И вот появляется скрипт. Также можно его скрыть, если вдруг он вам мешает. И в любой момент его можно открыть. Показывать, в принципе, буду самые простые функции. Ну, не простые, а самые основные, точнее. Остальные функции можете сами проверить. Так, здесь, значит, получается, выбираем оружие, которое у вас есть, которое вам доступно. Далее. Здесь у нас уже идет фарм. То есть, вы выбираете, какой фарм вам нужен. Фарм уровня, быстрый мод и без квестов. А, также еще есть нейрофарм мод. Ну, давайте я вам покажу фаст мод. Давайте его выберем, включаем и смотрим, что происходит. Я тпхусь, получается, к мобам. Только почему-то у меня к ним близко не тпхнуло, ну ладно. И, по идее, мы сейчас должны его дамажить, начать, но почему-то дамаг не начинается. Значит, здесь нам, скорее всего, нужно выбрать монстра. То есть, выбираем гориллу. Далее, включаем эту функцию. И, по идее, дамаг сейчас должен пойти. Так, давайте заново включу. Я забыл одеть свое оружие. И почему-то дамаг не идет. Но, как видите, он наносит на большом расстоянии дамаг вот этим мобам. То есть, они даже ко мне близко подойти не могут. Но сейчас я сам их дамажил. Также я могу чела дамажить. А вот это уже меня вынес. Понятно. Ладно. Странно то, что автодамаг не работает, потому что он, по идее, должен работать. Либо я что-то не так сделал. Окей, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Это нам не нужно. Фарм боссов есть. Ну, давайте фарм боссов посмотрим быстренько. Так, здесь выбираем босса. Почему-то у меня здесь боссов нету. Странно. А если просто включить? Нет, так фарм не начинается. Окей. Странно. А, вот перезагружаем тогда боссов и смотрим. Тоже не появляется. Что-то непонятно. По идее, должны боссы появиться, но почему-то они не появились. Так, ладно. Что здесь еще есть? Надо вообще найти функцию автодамага. Где-то она здесь должна быть. Только вот вопрос, где? Пока непонятно. Давайте две вот эти функции включим. Так, и начнем фарм. Так, что-то поменялось? Нет? Нет, ничего не поменялось. Так, давайте тогда выберем другой фарм. Давайте вот этот самый последний. Включаем. И смотрим. Вот, как видите, с этим фармом все-таки я потихоньку начал дамажить вот этих ботов, которые спавнятся на локации. Но уже дамажу, получается, я либо обезьян, либо горилл. Так, а если мы выберем, допустим, только гориллу? Получится у меня только ее дамажить или нет? Давайте посмотрим. Нет, как видите, не получается. А, или получается, нужно было подождать. Ну-ка. Так, сейчас немножко подзови скрипт. Это из-за того, что, скорее всего, фарм я выбрал только на гориллу из-за этого. А он хочет фармить, получается, убивать и горилл, и обезьян. Как-то так. Но, как видите, здесь хотя бы автодамаг работает уже хорошо. В принципе, по остальным функциям здесь особо нечего показывать. А вот можно автоматически собрать сундук. Давайте попробуем. Так, выключим пока эту функцию. И посмотрим, работает автосбор сундука или нет. Да, как видите, я его собираю, и мне начисляются деньги за это. Отлично. Также здесь есть другой фарм сундуков. Я не знаю, может быть, он быстрее как-то будет. Сейчас я заславнюсь и посмотрим. Ну-ка. А другой у меня почему-то не работает. Ладно. В принципе, другие функции показывать, рассказывать не буду. В основном показал вот самую главную функцию. Это автодамаг и убийство босса. Ну, то есть не боссов, а мобов. В принципе, это уже хорошо. Также фарм сундуков показал. Как видите, он тоже работал. С остальными функциями, я думаю, вы сами сможете разобраться. В принципе, на этом вот заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Исбан. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все. Всем удачи. И пока.